Апошня российская ядерная ракета покидает территорию Белоруссии. С этого часу будем жить без ядерной погросы, а ле и без ядерного зонтика. Что лепш, пока же час. Новость о возвращении ядерного тактического оружия на белорусскую землю заставила западных публицистов сходить под себя отборной аналитикой. Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Банство спешно схватилось за карандаши с линейками и начали рисовать контурные карты, определяющие максимальную удаленность адресатов. То есть Тяо еще не в Беларуси, а за стол многих уже усадило. Осталось дело за малым. Прекратить эскалацию на наших границах и начать обсуждать справедливую архитектуру безопасности в регионе. Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот. Давайте разбираться». Белорусская померкованность в полной мере описывает наш национальный характер. Вот только некоторые ошибочно воспринимают ее за слабость и навязчиво играют мускулами из-за своего новенького забора. Тоймфорд Трамп подывает вообще американское ядерное оружие. Наша оправданная беспокоенность подобными действиями выражалась доходчиво и неоднократно. Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу. Красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от советской власти, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась. Совесть и здравый смысл ушли в закат имперских амбиций. В ответ на милитаризацию Польши официальный Минск призывал к добрососедству и предпринимал практические шаги. Кульминацией стала попытка государственного переворота, которую напрямую курировали из Варшавы и открыто заявляли о своих территориальных притязаниях на Гродненскую область. Нам четко дали понять, что это долгосрочная стратегическая политика Запада в регионе. Одним из этапов которой является размещение ядерного оружия в Польше. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть, ведь этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась сразу же после того, как поляки, наверное, вы не обратили внимания, в последний раз обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал, ну мы, а мы, почему? Почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я в праве сегодня попросить и потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси является восстановлением исторической справедливости. В 90-х мы добровольно отказались от него под гарантией невмешательства в наши внутренние дела. Организация терактов, санкционное давление и цветные революции. Да на руках пальцев не хватит перечислить все примеры нарушения этих обязательств за последние десятилетия со стороны наших западных партнеров. В середине 90-х годов Республика Беларусь добровольно отказалась от ядерного оружия. Был подписан соответствующий Будапештский меморандум, который западные страны через два года нарушили. В 1997 году западные государства, дававшие нашей стране определенные гарантии, в том числе содействовать в развитии, ввели против официального Минска санкции. Включая экономические санкции, которые в разных вариациях, а сейчас наиболее жесткая их форма, продолжаются до настоящего момента. Поэтому юридически этот Будапештский меморандум для нас сничтожен. Пока нас убеждали в необходимости разоружаться, сами активно формировали соответствующую инфраструктуру. Уровень лицемерия пробивает дно пусковых шахт. Разместив американское ядерное оружие в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, им хватает наглости обвинять нас в нарушении международных договоренностей, а не распространении ядерного оружия. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не может являться нарушением международных законов, поскольку мы образуем единое союзное государство, у нас общий суверенитет, и на своей территории наше союзное государство может свободно перемещать любые материальные объекты, людей, институции так, как ему это необходимо. Более того, хотел бы обратить внимание, что если говорить о массовом нарушении международного права, то в этом сейчас повинны США и НАПР, которые размещают свое ядерное оружие, в том числе на территории третьих безъядерных государств. Например, США и Великобритания активно используют для этой цели бельки. Проблема заключается даже не столько в том, что Европу уже давно напичкали ядерным оружием, сколько в учениях, которые с ним проводят. Беларусь стала традиционной мишенью для отработки алгоритмов нанесения ядерных ударов в ходе командно-штабных учений НАТО. Об этом совершенно открыто сообщало американское издание «Слейд» в 2020 году. В марте текущего года американские стратегические бомбардировщики Б-52, которые способны нести ядерное оружие, взлетели в Польшу и облетели наши границы со стороны Прибалтики. В нынешней ситуации оставаться пассивным наблюдателем того, как по тебе отрабатывают удары, мягко говоря, было бы безрассудно. Американцы проводят учения по разделению ядерной ответственности. Смысл этих учений в том, что в них участвуют не только страны, которые обладают ядерным оружием, а помимо США обладают ядерным оружием Франция и Великобритания, если мы говорим о странах НАТО, но и все остальные страны. И получается, что Эстония и Дания, которые не обладают ядерным статусом, тем не менее участвуют в учениях по применению ядерного оружия. Понимаете? И вот этот вопрос как раз и задавался. То есть получалось, что все НАТО фактически может использовать ядерное оружие. Ядерная эскалация членами НАТО реализуется сегодня вдоль всей белорусской границы. Лондон намерен поставлять в СУ боеприпасы с обедненным ураном. Стоит ли нам обращать на это внимание? На этот вопрос сами собой отвечают украинские ракеты, которые то и дело падают на территории Польши, Белоруссии и Молдовы. Ни о какой ядерной безопасности, ни о каком паритете, ни о каких мирных планах сосуществования, как выясняется, как уже окончательно стало очевидно, западные соседи и не помышляли. В то время, как они активно продвигали повестку полного ядерного разрушения России, Белоруссии, постсоветского пространства на территории той же самой Европы, прекрасно чувствовали и себя, и увеличивали свои боезапасы те же самые американские базы, напичканные ядерным вооружением. Тактическое ядерное оружие призвано охладить горячие головы западных ястребов геополитики. Эта вынужденная мера продиктована внешнеполитической обстановкой. При этом Белорусс последовательно призывает соседние страны придерживаться своих национальных интересов, а не обслуживать чужие и становясь разменной монетой в руках тех, кого конфликт в центре Европы даже не затрагивает. О решительном ответе померкованных белорусов Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова